Привет, дорогие друзья! Вы на канале Энергоэксперт. Меня зовут Александр. Давайте отвлечемся от электроэнергетики, посмотрим вокруг, и я расскажу про то, что происходит в нашей жизни, что я вижу, что интересного, и надеюсь, это будет интересно вам. Вот уже три недели мы с супругой находимся на юге, решаем вопросы по недвижимости, и временно остановились в городе Белореченск. Это Краснодарский край. Почему Белореченск? Ответ простой, потому что здесь дешевые цены на аренду жилья. Поэтому мы здесь пока временно находимся, ждем разрешения вопросов. Но раз уж пока мы тут находимся, я думаю, что есть повод рассказать об этом городе, тем более, что я так более-менее хорошо его уже изучил. Сегодня я вам покажу парк Белореченск. Я сюда люблю приходить днем, вот как сейчас, рабочий день, 12 часов. Люблю приходить вечером. Днем здесь никого нет практически. Вечером здесь очень много народу, детей, семей, гуляют все, карусели крутятся. Сейчас карусели не крутятся. Но погода жаркая, погода замечательная. Давайте покажу парк. Парк города Белореченск. Вот практически я нахожусь на входе в этот парк. Там улица у нас, с которой я пришел. Там администрация. Дальше ее отсюда не видно, но за деревней там администрация находится. А вот здесь начинается сам парк. Я проведу вам небольшую экскурсию, покажу, как здесь все устроено, что здесь мне нравится, что, может быть, не нравится. Если видео будет вам интересно, я другие места сниму про Белореченск. Напишите мне в комментариях, хотите ли вы, чтобы я вам подробно рассказал про этот город. Этот город находится между городом Майкопом и Краснодаром, ближе к предгорью Кавказских гор. Климат здесь такой жаркий, сухой. Город небольшой, по-моему, тысяч, мне кажется, 50 здесь проживает. Ну, о городе расскажу чуть подробнее, а сейчас расскажу про парк. Пойдемте гулять. Вот продвигаемся по парку. И справа у нас очень много каруселей такого советского периода. Вечером все это работает, крутится, дети катаются. Ну, на мой взгляд, не все так плохо. А это колесо обозрения. Ни разу не видел, чтобы оно работало. Не знаю почему. Может быть, не хотят никто на нем кататься, а может быть, что-то здесь неисправно. Пойдемте дальше. Это практически центр парка. Цветочки. Вообще, здесь атмосфера мне нравится. Особенно днем, когда никого нет. Здесь тихо, спокойно, хороший воздух. Тенек, можно посидеть, снять для вас видео. Отдохнуть, позаниматься на турниках. Вон там есть чуть подальше спортивная площадка. Турнички, брусья. Прекрасно. Стоит отметить, что все дорожки здесь выражены брусчаткой. Все ровно. Никаких выбоин, ям, грязи. Вообще на юге грязи нет. Потому что сухо, чисто. Это не средняя полоса, где дожди, снега. И все это, конечно, пачкается. Пыль есть небольшая, да. Но все довольно чисто. Вот, посмотрите. Несмотря на то, что сам Белореческ, на мой взгляд, развивается очень слабо. Но об этом я расскажу чуть позже, свои впечатления. Вон, кстати, спортивная площадка чуть дальше. Сейчас я поближе подхожу. Но вот парк у них неплохой. Молодцы стараются. Стараются здесь что-то сделать для людей, для молодежи, для детей. Вот там, не знаю, дойдем или нет, катаются горки сделанные. Катаются на самокатах, велосипедах. Приходят с детьми, отдыхают. Вот там навес такой. Там приходят мужчины и играют. Как же эта игра называется? Нарды. Вот. И играют в нарды. А вот это спортивная площадка в парке. Пойду и я зайду на пару минут. Повешу на турничке. Растяну позвоночник. Вот спортивная площадка. Очень много турников, всяких брусьев. Все удобно. Все разнообразно. Вечером здесь не протолкнуться. Приходят молодежь, занимаются, играют в баскетбол. Классно. А днем, днем иногда здесь заниматься тоже невозможно. Но не по прощине, что много народу, как раз никого нет. Но иногда в жаркие дни вот это железо настолько сильно раскаляется, что прикоснуться руками здесь не представляется возможным никаким образом. Двигаемся дальше по парку. Мы его прошли насквозь. С одной стороны. Сейчас повернем направо. И там, если видно, сейчас будет видно, горки для катания на самокатах и велосипедах. Вот ребятня тут катается. Все играют, катаются, отдыхают, гуляют. Место, кстати, располагается по таким неспешным прогулкам, чтобы просто расслабиться, отдохнуть, подышать воздухом. Ну и подходим к самому-самому центру парка. Пусть не географическому, но к такому центру, где большой фонтан. Вот здесь тоже какой-то аттракцион для детей. Маленькие экскаваторы. Здесь, видимо, раньше ездили на машинах. Но сейчас этот аттракцион не работает. Ни разу не видят. А вот фонтан. Я, честно говоря, к фонтанам отношусь равнодушно. Не знаю почему. Ну просто равнодушно и все. Ну и кому-то нравится. Видим, раз их делаю, значит, кому-то нравится. Напишите в комментариях, нравится ли вам фонтан. Вот. По сути, мы прошли весь парк уже целиком. Здесь много деревьев, а значит, есть тенечек. Можно посидеть, отдохнуть. Вот и я присел в тенечке немножко передохнуть, перевести дух. Вот такой парк здесь. Мне нравится, друзья. Да, здесь не все идеально, не все аккуратно, не все логично. Но прийти, посидеть, отдохнуть, погулять в таком небольшом городе, это замечательно. Такое место. Вот каждый день я сюда раза два хожу в обед и еще вечером. Станюшка вывод гуляет. Вот, если вам интересно про другие места города Белореченска, пока мы здесь находимся, напишите мне в комментариях, я обязательно вам расскажу, покажу.